Всем привет! Один очень умная вещь скажу сейчас. Точнее, не я скажу умную вещь, а умную вещь мне написал один из зрителей, один из пользователей нашего канала. Пользователи меня. Он меня пользует и высказывает свои мысли. Мысли заключались в следующем. Этот господин, мое почтение, уважение и так далее, писал о том, что рок-н-ролл, рок-музыка вообще это проект, созданный в одном из отделов ЦРУ. Был даже назван этот отдел. Совершенно очевидно, что в реальной жизни не существующий. И проект это заключался в том, что рок-музыка специально была создана для того, чтобы одурманивать американскую молодежь, чтобы она ни о чем не думала, не обращала внимание на социальные проблемы, окружающие их, на все-все-все вот нехорошее, что есть в Соединенных Штатах Америки, на козни правительства, а занималась только буги-буги каждый день, и все, и больше ничего не надо. Это смелая теория, безусловно, но в ответ я скажу следующее, что в 60-е годы рок-музыка в Соединенных Штатах Америки и в недрах ЦРУ, в отличие от недр Лубянки, к недрам Лубянки я сейчас подойду, так вот и в недрах ЦРУ, и в Белом доме, и в Конгрессе, там и везде-везде-везде, и самое главное в средствах массовой информации, расценивался как, рок-н-ролл я имею в виду, расценивался как проект Кремля, который создан вот там-то, там-то, как раз в недрах Лубянки, для того, чтобы разложить американскую молодежь, чтобы лишить ее сознания, задурить ей голову, чтобы она не могла принимать активное участие в социальной жизни, строить новую Америку, американскую мечту и так далее, и так далее, и чтобы просто разрушила все. Это вот был такой проект, созданный в недрах Лубянки. Вот эти две теории, они, конечно, как сказано в одном фильме, а именно «Берегись автомобиля», недоказуемы, а на самом деле являются полной чушью, конечно, полной ерундой и бредом. Ну, количество слухов, количество удивительных теорий, оно как вот выросло в 90-е годы прошлого века, так и продолжает расти, развиваться, чего только мы не читаем, не видим. На страницах любимейшего мной уважаемого Ютьюба и других замечательных каналов. Но, что касается рок-н-ролла как элемента разрушения. Разрушение чего? Разрушение, в первую очередь, навязшей в зубах официозной культуры. Что у нас, что в Америке, что в других странах мира. Хотя против официозной культуры нормальный человек никогда ничего не имеет. Я, например, ничего не имею. Официозная, официальная культура Советского Союза дала нам прекрасные произведения искусства. Их очень много в разных областях, в разных жанрах. Замечательные и кино, и театр, и музыка, и эстрадная музыка в том числе. Очень много было хорошего. Про классическую музыку я и не говорю вообще. Литература, все такое. То же самое в Америке, то же самое в любых других странах мира. Но упорные борцы с попсой, как мы знаем, существуют в нашей стране. Мы их знаем, любим, уважаем, ходим на их концерты. Они борются с попсой до седьмого пота. Рвут на себе майки. И, собственно, жизнь посвятили именно этому. В Америке была такая же самая история. Тоже борцы с попсой вовсю воевали, ходили в атаку, терпели поражения, иногда победы. То же самое было и в Англии. Но, вот я подхожу к главному. В Америке борьба с попсой проявлялась в виде движения хиппи. Движение хиппи было такое, в общем, достаточно, несмотря на розочки, воткнутые в дуло автоматов и прочее, было достаточно аморфное, такое, погруженное в нирвану, иногда с помощью химических веществ, иногда с помощью духовных практик. Извиняюсь уже, да, конечно, духовных. Вот. И оно такое было, все-таки, такое, такое, мир, любовь, хухры-мухры, как пел Майк Науменко. Мир, любовь, это вам не хухры-мухры. В Англии же молодые люди в тот же самый период времени, ну, условно говоря, я назову 67-й год прошлого столетия, тоже выросшие из коммун-хиппи и примкнувших к ним разных младых людей с другой идеологией, тоже боролись против попсы в разных ее проявлениях, самых разных. Но движение английских борцов с попсой отличалось от американского яростью, конкретностью, боевитостью и злобой, которой не было у американских хиппи, которую промер любовь и хухры-мухры, 67-й год, Сан-Франциско, ля-ля-ля. Ну, и, в общем, это привело, конечно, к нехорошим вещам, потому что определенная часть Сан-Франциско, как говорил один мой товарищ, изучавший предмет, серьезно просто вымерла. Сначала от разных болезней типа. Ну, про чистую наркоманию я и не говорю, да, разные сопутствующие болезни типа гепатит С, чуть позже СПИД и прочее. Там целые кварталы просто бывших хиппи стали пустыми. В Советском Союзе было немножко все помягче. Такого ужаса не происходило. Насчет Англии не знаю, тоже, по-моему, как-то полегче миновала эта штука, потому что движение против попсы было яростным, целеустремленным, жестким и злобным, как я уже сказал. И вот одним из представителей этого самого... Ну, это даже не движение, это я утрирую, какое там движение. Просто были несколько замечательных коллективов, артисты, играли свою музыку, совершенно некоммерческую, совершенно честную рок-н-ролл, как он есть. Ну, в Америке, кстати говоря, была группа Stooges, была группа The Velvet Underground. Это все вот в одну копилочку мы откладываем. А в Англии была прекрасная группа The Deviants. Девианты. Что такое девиант? Да, это человек, который целенаправленно, последовательно идет о социальный образ жизни и действует не так, как принято по законам, чуть не сказал природы, а законам того государства, в котором он живет. Ну, движение это может быть разрушительным и негативным, а может быть созидательным и позитивным. Потому что девианты могут создавать интереснейшие произведения искусства. И вот эти самые девианты, вот первая пластинка, девиант, вот такая вот, она называется просто ПТУФ. ПТУФ, это 67-й год, лидер коллектива, писатель, художник, поэт, журналист, музыкант, шоумен. Пальцев не хватило, но ладно. Обложка вот такая вот. Вот такая вот. Это вот обложка у пластинки, я покажусь, другого конверта не существует в природе. Вот такая вот обложка у пластинки. Сразу видно, что девиант. Вот девианты. Вот такая вот. Это конверт, в который упакована пластинка ПТУФ, которая вышла, я напоминаю, в 1967 году. Как сложили бы мне, скорее, вот так вот. Ну, красивенькая такая, симпатичная. Я недавно говорил про группу Pinkfires. Группа Pinkfires выросла из команды The Deviants, как раз. Ник Фаррин был уволен. Dispossible она называется. 1968 год. Красота. Настоящая. Так вот, эта музыка, если кому интересно, пластинки Deviants, The Deviants, несмотря на то, что это английская музыка, это перекликается с ранними пластинками Фрэнка Заппе, с самыми первыми пластинками Алиаса Купера, с музыкой немножко группы Country Join the Fish и вот в эту сторону примерно. Ну, а в Англии друзьями были Hawkwind, как я уже и говорил, раннее, раннее собрание группы The Pretty Things и тому подобное. Упертые в себя люди, которые игнорировали абсолютно шоу-бизнес, но деньги никому никогда не помешают и если предлагают группе хороший контракт, она от него не отказывается, в том числе и Deviant. Но выходили пластинки на независимых маленьких лейблах, однако остались в истории. Состав группы Sid Bishop гитара Citar, Mick Farren, как я уже говорил, лит-вокал фортепиано, Ross Hunter ударный Ross Hunter пошел потом в Pink Fires, Chord Reeves бас и Sanderson вокал и mumbling. Я не знаю, что это такое. Знаешь, что это такое? Ну, музыка, как я уже путем сравнения немножко описал, да, это ранний Zappa, ранний Ellis Cooper, Country Joy and the Fish, Hawkwind, Pretty Things. Opening, первый номер 50 секунд, просто заявление Мика Фаррена о том, что нас ждет, это не очень интересно. I'm Coming Home 6 минут, очень похоже на песню группы Rolling Stones Going Home, такой уже полуджем гитарный, только намного тяжелее, намного зверее, с адской фуз-гитарой, фаз, да, ну, вообще фуз-принято у нас говорить, вот этот самый гитарный фуз, здесь присутствует в полный рост, на нем вообще строится вся музыкальная ткань, и вот после этого ядреного такого номера 6-минутного I'm Coming Home с дикой гитарной импровизацией, такая полуджемовая вещь, Child of the Sky, неожиданно акустический номер, напоминающий Сида Барретта, если кто любит Сида Барретта, то очень похож, акустический, пространственный, такой, со сложной мелодией, с малопредсказуемой гармонией, но очень красивой. Чарли пошли уже в сторону ритма и блюза, тяжелого и не очень понятного, не очень вменяемого, и 4,5 минуты песня Nothing Man, она просто Nothing Man. Господин Фаррен тут развернулся вовсю, в плане текста, в плане своего голоса, и всего-всего-всего-всего. На второй стороне три номера Garbage первая 5,5 минут, песня про мусор, просто про мусор, тяжелая, со странной остановкой, сначала поется без мусора, все, в тяжелом ритм-н-блюзе, таком, почти заповском, с этой вот адской гитарой фузовой, потом раз, пауза, и женские голоса начинают про гарбыч, 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 петь, гарбыч, гарбыч, мусор-мусор-мусор, все, мусор-мусор, а вот это все вокруг нас, это все мусор-мусор-мусор, вот так вот, очень веселенько. Бан, коротенький инструментальчик на 2,5 минуты, и потом главное произведение Deviation Street, что происходит на улице Девиантов, и здесь полная панорама происходящего на любимой, видимо, улице Мика Фаррена, Deviation Street, сначала разговоры про хиппи, таинственная психоделическая музыка, потом налетает орда то ли полицейских, то ли бандитов, перестрелка, автоматные очереди, пулеметные очереди, взрывы, это все долго, это все 9 минут продолжается. И мне сначала казалось, что эта песня очень похожа на песню группы The Beatles Revolution No. 9, но нет. после вот этих страшных перестрелок, взрывов, грохота, шума бегущей толпы, криков бегущей толпы, начинается, собственно, музыка. Начинается тяжелый, почти Black Sabbath такой риф с гитарой, с басом, с ударными, такой, такой, глиссанба басовая, бфу, бфу, и вот некоторое время это все продолжается, тяжелая история. Потом опять толпа кричит, улица Девиантов, Девианты сбегаются, приветствуют друг друга, а-ля, и начинается быстрый, хороший, ну, в меру быстрый такой ритмин, блюзовый, гитарный рок. Очень интересная песня, очень всем советую. Группа на этом не остановилась, вторая пластинка вышла в следующем году, вот эта вот красавица. И она уже с одной стороны менее авангардна, хотя авангардна тоже. Но она более как-то музыкальна, здесь даже играет Дик Хекстел Смит на саксофоне, и играет очень много приглашенных музыкантов, я знаю из приглашенных только Хекстела Смита. Но, тем не менее, Самуруя Ту Гоу, семиминутное полотно, оно рифмуется с первым номером первого альбома, тоже длинная, полуджемовая такая история, тяжелая, которая лежит на басовом рифе, в одном аккорде, все, и накручивается, 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 под конец просто адская феерия гитарного фуза, просто все затмевает. А потом, как-то группа на первой стороне альбома уходит в ритм и блюз, и напоминает местами даже The Grand Bond Organization, пара писем. очень красиво, в целом, она музыкальна и интересна, и похожа, в принципе, на такие около-блюзовые проекты Британии 60-х годов, от Graham Bond Organization, на некоторые песни Эрика Бёрдена уже в составе The New Animals, и, в общем, вполне музыкальный альбом, в отличие от первого, тоже музыкального, но слишком уж радикального. Вот с этой группой я хотел вас познакомить. Без нее история музыки 20-го века не будет полной. Пошел пить. Пока.